так-то звонок уже да у нас так коллеги напомню значит на чем мы остановились прошлый раз мы остановились на теореме линдберга леви вот я и написал в двух формулировках чтобы была перед глазами в терминах серии случайных величин вот условия линдберга следствие но я одно написал асимптотическая нормальность и вот я написал как я это назвал в ретро форме как она собственно была предложена изначально линдбергом но следствие тоже просто немножко по-другому записывается та величина которая симпатически стремится к н-01 это сумма ксикатых минус окатах окаты это может мотожидание делить на бэнная бэнная в квадрате это сумма дисперсии вот это мы с вами в прошлый раз установили но тут же нам можно сказать таким призом бесплатным достается следующий факт значит как мы знаем сходимость по распределению это поточечная сходимость во всех точках непрерывности но предельные функции поскольку функция распределения н-01 непрерывно это значит что в данном случае сходимость по распределению означает сходимость по точно во всех точках причем обращаю ваше внимание что значит Значит, сходимость у нас происходит к функции, которая ограничена и монотонно убывающая. Вот. Значит, ну, вообще говоря, это означает, что сходимость у нас будет равномерная. То есть мы получаем равномерную сходимость к функции распределения n01 в функции распределения вот этой вот случайной величины. Функция распределения этой случайной величины при любом n, это же функция распределения, она тоже ограничена и не убывающая. Последовательность ограниченных не убывающих функций, сходящихся подточечно, сходится в равномерной метрике. Вот этот факт мы дополнительно получаем и еще сегодня про него вспомним. Но, кстати, то же самое верно и на всюду плотном множестве. Если у нас на всюду плотном множестве имеет место поточная сходимость, то у нас и равномерная сходимость тоже имеет место на этом же, так сказать, всюду плотном множестве. Если речь идет о сходимости не убывающих, еще раз повторю, ограниченных функций. Потому что в противном случае это не так, контрпримеры в матанализе существуют. Вот. Ну, теперь давайте несколько важных частных случаев. Значит, первый, можно сказать, хрестоматийный частный случай из теоремы Линдберг-Галеви. Это так называемая центральная предельная теорема. ЦПТ сокращенно. Центральная предельная теорема. Значит, пусть у нас есть последовательность кси-эндная независимых, но теперь одинаково распределенных случайных величин, таких, что дисперсия кси с одной стороны меньше бесконечности, ну а с другой стороны строго больше нуля. Тогда асимптотическая нормальность, то есть выполнение вот этого свойства. Асимптотическая нормальность. Вот. Значит, мы с вами уже с частным случаем этой теоремы в курсе сталкивались. Напомните мне, пожалуйста, что за теорема у нас была про асимптотическую нормальность еще достаточно там нескольких лекций назад. Давайте как-то общую картину формируем. Какую мы теорему с вами доказывали? Муавра-Лапласа. Она относилась к асимптотической нормальности, последствия независимых, одинаково распределенных случайных величин, но конкретного распределения. Кси-энная имели... Какое распределение? Бернулли. Вот. Вот как бы более-более общий случай. Его, кстати, тоже можно доказать с использованием аппарата характеристических функций, как мы доказывали с вами теорему Муавра-Лапласа. Ну уж, раз у нас есть условия Линберга, ну давайте просто его проверим для вот такой ситуации. Воспользуюсь, так сказать, ретроформой вот этой. Так, значит, для независимых, одинаково распределенных случайных величин, БН в квадрате это Н на дисперсию сигма. Ну а мат ожидания у них всех одинаково равно там некому А, да? Ну давайте вот перепишем. БН в квадрате Н дисперсия кси. Здесь все будут интегралы одинаковые, то есть это Н штук. Вот таких интегралов. Х минус А. Нет индекса, потому что одинаковые. Может, ожидание их у всех. В квадрате. На Д, Ф, Кси от Х тут индекс тоже пропадает, потому что они все одинаково распределены. И область интегрирования у них у всех одинаковая. Вот. Ну смотрите, Н сокращается, остается вот такой интеграл, что мы про него знаем. Что если у него были бы пределы интегрирования от минус бесконечности до бесконечности, то чему бы равнялся интеграл? Что это такое по определению? А? Дисперсия. Случайно увеличена минус мат ожидания в квадрате и ее мат ожидания. Это была бы дисперсия, которая по условию конечна. Поэтому если мы интегрируем ее на хвостиках, так сказать, да? Дисперсия при БН. А, извините, здесь уже можно написать явно, прошу прощения. Для большей ясности это будет корень из Н, корень из дисперсии Кси. Подставлю сразу. Ну и тут видно, что когда для любого Тау больше нуля Н стремится к бесконечности, интеграл остается только вот хвостиков, сам полностью интеграл конечен, потому что равен дисперсии, значит, это стремится к нулю, прием стремящийся к бесконечности. И мы получаем, что в частном случае независимых, одинаково распределенных случайных величин выпрямлены условия Линдберга, следовательно, имеет место асимптотическая нормальность. Вот это, пожалуй, самая известная теорема, связанная с асимптотической нормальностью. Центральная предельная теорема. Она ничего ими не носит, поскольку разными, независимо, в разное время, разными способами доказывалась, как некий фундаментальный факт. Вот. Но факт действительно, во-первых, фундаментальный, а во-вторых, естественно, научный. Я думаю, что, по крайней мере, когда я был студентом, нам на первом курсе по физике показывали такой опыт. Такая доска с гвоздями, закрытая стеклом, и туда сыплются шарики, да? Вам показывали такой опыт? И получается кривая Гаусса, нормальное распределение. Это, собственно, демонстрация того, что сумма большого числа случайных возмущений, каждая из которых небольшое, приводит к асимптотической нормальности. Есть, как бы, более поэтичные примеры. Вот если взять какую-нибудь средневековую Европу, такую глубокую, где есть какие-нибудь мраморные или гранитные ступеньки, то вот если на них посмотреть, то они стерты вот таким образом. Вот это тоже кривая Гаусса. Сотни лет терли, отклонение всегда как бы случайное, небольшое, накладывалось. Вот получилась кривая Гаусса. То есть, вот асимптотическая нормальность, я еще раз хочу сказать, это не, как это, не абстрактный математический факт, это объективный закон, проявляющийся в природе, как и любой другой объективный закон. Там, условно говоря, что там этот, не знаю, там, при увеличении температуры газ расширяется, да, так сказать. Ну, вот так вот, объективный закон. Так и вот это вот. Если вы будете накапливать независимые факторы, каждый из которых не играет решающей роли, это именно условия пренебрежимой малости, то вы получите в результате нормальное распределение. Броуновское движение является тоже таким классическим примером нормального распределения, или, точнее говоря, асимптотически нормального распределения. Вот, значит, центральная предельная теорема. Еще одно важное и полезное следствие, то есть это достаточное условие, да, асимптотической нормальности. Еще одно важное, и с практической точки зрения важное, и с теоретической точки зрения важное, достаточно условие, это так называемое условие липунова. Условие липунова. Достаточно условия в форме Липунова Пусть у нас есть такое число Дельта больше нуля Со следующими свойствами Сумма математических ожиданий Кси катая минус Акатая в степени 2 плюс дельта К от единицы до Н Делить на БН в степени 2 плюс дельта Стремится к нулю При Н стремящих бесконечности Вот предположим мы нашли такое дельта То тогда асимптотическая нормальность имеет место Ну не сказал явно Но здесь укажу Ксиэнная как обычно Независимые случайные величины Независимые случайные величины Ну и подразумевается конечно Что моменты вот этого порядка Абсолютные существуют Давайте это условие докажем Тоже опираясь на так сказать Условия Линберга Как я говорю в ретро форме Давайте его собственно запишем Еще раз перепишем Чтоб удобно было И давайте Ой Извините Что это меня на верхний индекс потянуло Значит И давайте обратим внимание На то что в области интегрирования Х минус окатая по модулю Делить на Тау БН Больше единицы Поэтому я могу смело написать Что это меньше или равно Единица на БН в квадрате Сумма К от единицы до Н Интеграл Здесь напишу Х минус окатая по модулю В степени 2 плюс дельта А здесь напишу Тау в степени дельта БН в степени дельта Понятно да Ну вот здесь вот сносочку Х минус окатая по модулю Делить на Тау БН В степени дельта Которая больше нуля Больше единицы Ну может равно Вот так вот Равно А область интегрирования Здесь важна Она у нас еще пока вот такая Так Ну напишу Меньше или равно Меньше или равно Под интегральное Что-то Теряю Вот Под интегральное выражение Не отрицательное Поэтому если мы расширим Область интегрирования До всей оси Интеграл только увеличится Поэтому меньше или равно Тут сразу сделаю Такие преобразования А здесь останется Сумма Интегралов Х минус АКТ В степени 2 плюс дельта По модулю По всей области ДФКТ от Х Кат единицы ДН Правильно, да? Вот это что по определению? Ну вот же оно Правильно? Математическое ожидание Ксиката И минус АКТ В степени 2 плюс дельта Ну и поэтому Пишу Единица на Тау в степени дельта Которая ни на что не влияет И собственно Условие Липунова Если вот это стремится к нулю То выполнены условия Линберга И следовательно Имеет место Асимптотическая нормальность Значит Первое Зачем Зачем мы про это помним Так сказать И еще такое именное Имеет значение С точки зрения Практических вычислений Вычисление вот этой дроби Липунова Так называемой Оказывается проще Чем проверка условия Линберга Вот Это техническая составляющая Но есть еще глубокая Теоретическая составляющая Вот для случая Дельта равно Одному Вот эту Собственно Вот это называют Дробью Липунова Который имеет Просто Вид такой Ксикатая Минус Акатая В третьей А в знаменателе Будет сумма Дисперсий Ксикатых В степени Три вторых Ну вот Если вот это стремится К нулю То Во-первых Асимтатическая нормальность Вот эту дробь Липунова Прям У нее специально Есть Обозначение Л3 Зачем оно Нужно Оказывается Что имеет место Вот такое Довольно Сильное Неравенство Неравенство Да Что в равномерной метрике Я сказал Мы знаем Что имеет место Равномерная сходимость То есть Сходимость Такой метрики Имеет место Но какова Как бы Скорость Этой сходимости Вот Вот результат Кстати Константа С Меньше Единицы Типа 08 Она тоже Вычислена Вот Значит Ну и дальше Вот какое Замечание По странному Стечению Обстоятельств Вот этот Результат Липунова Как-то не очень Популярен В учебниках Не поминается В том числе И как бы Таких Больших Но Его частный Случай Когда Кси Н Независимо Одинаково Распределенные Случайные Случайные Величины Очень даже Популярен В этом случае Как нетрудно Убедиться Л3 Равно Принимает Вид Все одинаково Распределены Значит Здесь Н штук Математических Ожиданий Кси Центрированных По модулю В кубе Дисперсии Тоже Все равны Это значит Н Корень Из Н Дисперсия Кси В степени 3 вторых Вот этот Н сокращается Ну и Остается Собственно Вот такая Величина Со скоростью Единицы На корень Из Н Стремящаяся К нулю Это когда Кси Н Независимо Одинаково Распределенные Величины И вот Неравенство Для Независимого Одинаково Распределенных Величин Вот С такой Величиной Л3 Называется Неравенством Берри Эссена Берри Эссена Хотя Является Частным Случаем Неравенства Липунова И появилась Лет На 50 Позже Ну Тем не менее Вот Это В большинстве Учебников Есть А вот Собственно Исходника В большинстве Учебников Нет Ну Тем не менее Это Такое Лирическое Отступление Условие Так Пошли Дальше Пошли Дальше Ну Наверное Я Теперь Тут Почти Все Могу Стереть Ну Здесь Несколько Слов Надо Сказать Значит Смотрите Мы С вами Установили Получили Достаточно Фундаментальный Закон О симпатической Нормальности Для Серий Случайных Величин Но Еще На прошлой Лекции Мы с вами Получали Другое Предельное Распределение Какое Теорема У нас Была Соответствующая Ненормальная Так сказать Какое Было У нас Предельное Распределение Пуассона То есть Мы С вами Доказали Сходимость Неких Серий К Распределению Пуассона Ну Теперь Возникает Вопрос Если Взять В распределении Пуассона Мы Тоже Брали Серию Бернульских Случайных Величин С одной Стороны Бернульские Случайные Величины Асимпатически Нормальные Это Теорема Мавра Лапласа Или Центральная Предельная Теорема С другой Стороны Те же Бернульские Случайные Величины Асимпатически Имеет Распределение Пуассона В чем дело Как так Весь вопрос В том Как у нас Как мы Переходили К пределу Для Асимпатической Нормальности Характерная Форма Вот Вы Берете Там Ну Например Одинаково Распределенные Случайные Величины И Определенным Образом Их Нормируете А В распределении Пуассона Если Вы посмотрите По условию У нас С ростом Н Менялось Распределение Вот этих Секат Вероятность Успеха Становилась Чем меньше И меньше Таким образом Что Н умножить На П Н Стремилась К лямбда Разные Предельные Переходы Получились Разные Распределения То есть Никакого Здесь Ну Противоречия Или Парадокса Нет Вот Так Ну Причем Надо Сказать Что И И Нормальное Распределение Распределения Пуассона Это Ну Такие Довольно Часто Встречающиеся Там Грубо говоря Там В жизни Про Примеры Нормального Распределения Я вам Сказал А про Распределение Пуассона Приведете Мне Какой-нибудь Пример Какой Физический Эксперимент Ну Там Мы Описываем Это Хорошо Теоретически Подтверждается Описывается Распределением Пуассона Знаете Какой-нибудь Теоретически Распределение Распределение И Очень Хорошо И Соответствует И Грубо говоря Имеется Теоретически Основание Чтобы Это Распределение Было Именно Так Вот Так Значит Сейчас Я Вернусь Немножко Назад За мной Был Должок Вторая Теорема Калмогорова Усильенного Закона Больших Чисел Мы Это Сделаем Потому Что Она Нам Сегодня Понадобится Для Дальнейшего Итак Значит Вторая Теорема Калмогорова Напоминаю Значит Если Ксиен Средняя Значит Ксиен Теперь Это Независимо Одинаково Распределенные Случайные Величины Во второй Теореме Калмогорова В первой Теореме Это Просто Независимые Случайные Личины Во второй Это Независимо Одинаково Распределенные Значит Если Ксиен Сходится К А Почти Наверное Или Для того Чтобы Необходимо И достаточно Существование Математического Ожидания Кси Равного А Если Среднее Значение К чему-то Сходится То Это И Есть Матожидания Но Разумеется Независимо Одинаково Распределенные Случайные Величины И Если У вас Есть Матожидания То Ксиенная Средняя Сходится К нему Вот Собственно Утверждение Теоремы Калмогорова Есть Более Слабый Как Аналог Этой Теоремы Относящийся К другому Типу Сходимости И Только В одну Сторону Достаточно Условия Что это за Теорема Коллеги Я этого спрашиваю Чтобы как-то Побудить у вас Некую Целостную Картину Сформировать Это была Теорема Хинчина Которая Отверждала Что для Независимости Что для Системы Независимых Одинаково Распределенных Случайных Величин Существование Матожидания Является Достаточным Условием Выполнение Закона Больших Читил Не усиленного А просто Закона Больших Чисел Помните Да Надо сказать Что Теорема Хинчина Частный Случай Теорема Калмогорова Ну В том числе И потому Что исходимости Пасти Наверное Следует Сходимость По вероятности Но Как сказать Она нам Сегодня Сослужит Некую Добрую Службу Упростит Некие Наши Рассуждения Поэтому Вспомним Про нее Итак Ну давайте Таксать Начнем Так Первое Существует Математическое Ожидание Кси Меньше Бесконечности Первое утверждение Которое Я отсюда Делаю Или Напоминаю Вам Что Им от Ожидания Модуль Кси Существует И меньше Бесконечности Правильно Поскольку В интеграле Лебега Модуль И сама Функция Одновременно Либо интегрируемы Либо Не интегрируемы То есть Это мы уже Начали доказать Что это Не условие Это я Напомнил Так Ну и вот Собственно Теперь Можно сказать Ключевая Идея Доказательства Принадлежащая Калмагорову И введенному Им Понятию Усеченных Случайных Величин Введем Случайные Величины Кси Энная Со звездочкой По следующему Правилу Кси Энная Со звездочкой В точности Равно Кси Кси Энная По модулю Меньше Эн И нулю Иначе Ну то есть Кси Энная По модулю Больше Равно Эн Вот Вот Как-то Ключевая Идея Доказательства Что мы Сейчас Сделаем Мы сейчас С вами Докажем Опираясь На первую Теорему Калмогорова Что для Таких Случайных Величин Выполнен Усиленный Закон Больших Чисел Обращаю Ваше Внимание Что они Уже Не одинаково Распределены Вот эти Случайные Величины Но Остались Независимы Разумеется Так Для этого Давайте Возьмем Дисперсию Кси Эн Со Звездочкой Эта Дисперсия Конечно Меньшим От Ожидания Кси Н Со Звездочкой В Квадрате А этом Ожидание Есть Интеграл От Х Квадрат Д Ф Кси От Х Взятый По Области Х Квадрате 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 Н Н Н Минус Н Минус К Плюс 1 В Квадрате По Свойствам Интеграла Лебега На Д Ф Кси От Х Х Меньше К Плюс 1 Больше Равну К Вот это Вот этот Интеграл Вот этот Интеграл Это же на самом деле Вероятность Того Что Случайная Влечина Кси Меньше К Плюс 1 Больше Равну К Правильно Да Интеграл Нам Сегодня Много Раз Надо Будет С Этим Как Бы Такими Интегралами Работать В разных Апостасях Поэтому Я Введу Для Него Короткое Обозначение Вот Так К К Плюс 1 Слева Закрыт Интервал Справа Открыт Видите Да То Вот Этот Интеграл Вероятность Такого События Я Буду Просто Так Обозначать Это Чисто Обозначение Чтобы Чуть Чуть Сократить Запись Ну И таким Образом Просто Перепишу Чего У нас Получилось У нас Получилось Что Дисперсия Ксиенного Со Звездочкой Меньше Или Равна Сумме К От Нуля До Н Минус 1 К Плюс 1 В Квадрате К К Плюс 1 Вот Так Перехожу Сюда Так Теперь Рассмотрим Вот Такую Сумму Дисперсия Кси Н Со Звездочкой Делить На Н Квадрат И Че Такое К чему Это Мне Это Чего Условия Ну Вот Такой Ряд Появляется Где Ой Коллеги Что У вас Как Стирается Все К Следующей Лекции Это Первая Теорема Калмагорова Если Такой ряд Сходится То Последовательность Кси Н Почти Наверное Сходится Для Него Выполнен Усильный Закон Больших Чисел Напишу Меньше Равно Единица Единица На Н Квадрат А вместо Дисперсии Х Н Вот Напишут Эту Штуку К Равен От Нуля До Н Минус Один К Плюс Один В Квадрате К К Плюс Один Вот Значит Вот Получили Некий Ряд Все Его Члены Не Отрицательные То Если Он Сходится То Он Сходится Абсолютно Если Сходится Абсолютно То В нем Можно Как Угодно Переставлять Члены От Этого Сумма Ряда Не Изменяется Ну И Таким Образом Если После Перестановки Членов Мы Получим Сходящийся Ряд Это Как Раз И Будет Означать Что Вот Этот Ряд Тоже Сходится После Произвольной Как Нам Удобно Перестановки Членов Значит Давайте Я Вот Здесь Чуть Подробнее Напишу Чтобы Как Бо Так Не В Голове Все Прокручивать Такие Крокодилы Значит Н Равно Единице Давайте Посмотрим Что Получается Получается Единица На Один В Квадрате Когда Н Равно Единице К Принимает Только Одно Значение Ноль Значит Это Будет Ноль Один Теперь Если Н Равно Двум То Будет Единица На Два В Квадрате Первое Слагаемое Вот В Эт Суме Тоже Будет Ну Так Напишу Здесь Один В Квадрате Там Все Так К Плюс Один Квадрате Значит Один В Квадрате Ноль Один Плюс Когда Н Равно Двум Еще Член Появляется Один Это Значит Будет Два В Квадрате На Один Два Вот Так И Так Далее Да Ну Теперь Хочу Вот Так Перепаковать Давайте Я Сейчас Запишу И Мы Посмотрим Прав Прав Ли Я Сумма К Равно От Нуля До Бесконечности К Равно От Нуля До Бесконечности К К К Плюс Один В К К К Плюс Один На Сумму Единица На Н Квадрат Вот Тут Главное Правильно Начать Н Равно К Плюс Один До Бесконечности Посмотрите Пожалуйста Правильно Да Сделал Я Все Вот этот ряд вот так перепаковал Здесь начнется 1 в квадрате 0,1 И квадраты, обратные квадраты, начиная с единицы Следующий ряд начнется 2 в квадрате на 1,2 И обратные квадраты уже с двойки То есть то, что у нас К плюс 1 Вот, СК плюс 1 Обратные квадраты пошли Так, теперь вот такая немудреная аналитика Выделим член К равно 0 Тогда это будет, значит, 0,1 0,1 А вот здесь будет ряд 1 на n квадрат от единицы до бесконечности Чему такой ряд равен? И квадрат на 6 Совершенно справедливо Но на самом деле нам это даже не сильно надо Но как бы хорошо, что помните Ну и плюс то, что осталось К от единицы до бесконечности К плюс 1 в квадрате К, К плюс 1 Сумма единицы на n квадрат Н равно К плюс 1 до бесконечности Ну теперь первый ряд будет начинаться с двойки Так, значит, смотрите Простенькая картиночка Единица на n квадрат На x квадрат Единица на x квадрат Ну вот, например Когда Вот К А вот К плюс 1 Вот нам нужно К плюс 1 в квадрате Это вот такой столбик Дальше пошло и так далее Ну и, собственно, видно Что Вот этот ряд Когда К Начинается с двойки Он Напишу Меньше или равен Перепишу Так П квадрат на 6 Я заменю на тройку Поймете почему На тройку заменил На большую величину Вот, значит, здесь Остается К от единицы до бесконечности К плюс 1 В квадрате К К плюс 1 А вот здесь Это будет интеграл От К до бесконечности dx на x квадрат Согласны? Вот Так 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 Наверное Не знаю Куда переместиться Можно сюда Мы уже использовали То, что нам нужно Здесь Меньше или равно Напишу здесь Ну или сейчас пока Ну да Меньше или равно Меньше или равно 3 На вот этот наш объект 0,1 Плюс Сумма К от единицы До бесконечности К К плюс 1 В квадрате Делить на К И умножить на К К плюс 1 Понятно Понятно, да Откуда единица На К взялось Потому что Это интеграл Рай Единица На К К больше Единицы У нас Ну кстати Как Если бы мы даже Получили Получили что Получили что Вот этот ряд С учетом Вот этого Свойства И вот этой Вот оценки Которую Тут мы Как бы Нарисовали Он имеет Вот такой вид Отдохните Так Так Коллеги Чтобы Двинуться Дальше Вот Такое Напишу Тривиальное Утверждение Что К плюс 1 В квадрате Делить на К Меньше Или равно К плюс 3 Для любого К больше Равно Единице Поэтому Воспользуюсь Здесь Этим И напишу Меньше Или равно Эту троечку Сразу Вытащу Меньше Или равно Три Суммы Вот этих Наших Множеств Типа К К плюс 1 К от 0 До бесконечности Плюс К К К плюс 1 К от 1 До бесконечности Вот эта сумма Чему равна? Единица Единица Да Значит Это вероятность Того Что модуль Наш случайной Влечены Попадет Или От 0 До 1 До 2 До 2 До 3 Это единица Вот Поэтому Пишу Это Пока Напишу Равно Тройка Плюс А вот Здесь Напишу Сумма К Вернусь Что это Такое Это Д Д Ф Кси От Х По Области Х Меньше К Плюс 1 Больше Гравно К И знаете Пожалуй Чтобы Два раза Не переписывать Нет 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 Было К Плюс 1 В Квадрате Делить На К Мы Заменили На К Плюс 3 А Вот В К Да Прошу Прощения Конечно Прошу Прощения Так Значит Так Вот Значит Чтобы Два Раза Не Переписывать Я Все Так Здесь Поставлю Меньше Или Равно А Здесь Напишу С К Равного Нуля Да Можно Было И Равно Потому Что При К Равном Нулю Это Нуль Вот Ну Ладно Так А Теперь Пишу Следующее Меньше Или Равно 3 Плюс Сумма К От Нуля До Бесконечности Интеграл Модуль Таким образом Мы с вами Показали Что Вот Это Вот Вот Это Вот Начали Мы Отсюда Вот Эта Сумма Меньше Бесконечности При Условии Что Существует Мод Ожидание И Тогда По Первой Теореме Калмагорова Мы Можем Утверждать Следующее Сотру Вот Вот Это Могу Стереть Да Думаю Вот В Такой Форме Запишу Первую Теорему Калмагорова Кси Н Со Звездочкой Среднее Минус Математическое Ожидание Кси Н Со Звездочкой Среднее Сходится К нулю Почти Наверное При Н Стремящемся К бесконечности Вот Факт Который Мы С вами Сейчас Доказали Так А теперь Давайте Исследуем Вот Такой Ряд Вероятность Того Что Кси Н Со Звездочкой Не Равно Кси Н Н От Единицы До Бесконечности И Исследуем Его Насчет Сходимости Вот Вопрос В этом Вот Вот это Это Вероятность Вероятность Того Что Случайная Величина Принадлежит От Минус Бесконечности До Бесконечности Потому Что Вот Это Вот Одна Из Так Сать Форм Этой Записи Это Вероятность Того Что Кси Меньше К Плюс Один Больше Равну К Ответил Наше Вопрос Так Значит Кто Мне скажет Зачем Вот Почему Меня Заинтересовала Такая Сумма Отвечу Если Такой Ряд Сходится То По Леме Борреля Кантелли Это Означает Что Кси Энная Со Звездочкой Не Равно Кси Энная Конечное Число Раз С вероятностью Единица Припоминайте Лема Борреля Кантелли Вот Если Я Это Докажу То Я Могу Утверждать Что С вероятностью Единица Ряды Кси Энная Со Звездочкой И Просто Кси Энная Отличаются Лишь На Конечном Числе Членов А Это Вообще Означает Что У них Одинаковое Среднее Арифметическое Преем Стремя Всех Бесконечности Вот Поэтому Вот Этот Факт Мне Сильно Поможет Давайте Я С Значит Вероятность Того Что Кси Энн Со Звездочкой Не Равно Кси Энн Это На самом Деле Вероятность Того Что Кси По Модулю Будет Больше Или Равна Энн Правильно Да Здесь Я Тоже Воспользуюсь Разбиением На Вот Такие Блоки Нет Именно Кси Потому Что Кси Энн Все Независимо Одинаково Распределены Я Могу Поставить Кси Энн Но В Исходные Последствия А Зависимость От Энн Неявная Вот Она Кси Энн Со Звездочкой Это Зависит От Энн Поэтому Как-то Это Должно Зависит От Энн Так Это Зависит От Энн Через Вот Эту Так Это Тогда Будет Сумма Так Тут Просто Мне не Ошибиться Значит Вот Этот Наш Объект Очень Удобный Для Записи К К Плюс 1 К Равно От Н До Бесконечности Правильно Да Н Н Плюс 1 Н Плюс 1 Н Плюс 2 И так Далее Кси Больше Или Равно Н Вот Так Ну и Тогда Собственно Давайте Ряд Теперь Из Этого Составим Кси Это Равно Ряд Н Равно Единице До Бесконечности Сумма К К Плюс 1 К Равно Н До Бесконечности Ну Вот Тут Вот Тоже Картинку Нарисую При Н Равном Единице Это Будет 1 2 Плюс 2 3 Плюс И так Далее Это Н Равно Единице Н Равно Двойка Это Будет Вот 2 3 Плюс И так Далее То Есть Это На самом Деле Сумма Н Равно Единице До Бесконечности Или К Равно Единице До Бесконечности Ну Давайте Как-то Привыкли К Этому Индексу Который Разбивает У нас Случайную Личину К К От Единицы До Бесконечности К На К К К Плюс 1 Да Правильно И вот сюда Смотрим Мы уже Такую штуку Делали Вот Она Тоже Самая Сумма Поэтому Все Это Меньше Ну Пусть Или Равно Мат Ожиданию Модуль К Правильно Нет Вопросов Так Ну Вот Собственно Существенный Факт Ну А теперь Немножко Как говорится Поднапряжемся Вот Это Теперь Можно Уже Стирать Мы Получили Чего Хотели Ну Может Просто Было Понятно Я Вот Здесь Внизу Напишу Вероятностная Мера Омега Таких Что Кси Н Со Звездой От Омега Не Равно Кси Н От Омега Конечное Число Раз Вот Здесь Раз Равна Единице Вот Словами Там Или Как-то Полусловами Записаны Вутверждения Леммы Борреля Кантелли Вот Ну И значит Смотрите Берем Омега Из вот Этого Множества Единичной Меры И Что Нам Известно Что Кси Н Со Звездочкой От Омега Сходится К Точнее Грани Сходится Минус 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 Математическое Ожидание Кси Кси Н Со Звездочкой Среднее 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 Сходится Почти Наверное К нулю Правильно Да Для всех Омега Из Вот этого Множества Единичной Меры Это Сходимость Почти Наверное Кси Н Со Звездочкой Среднее И Просто Кси Н От Омега Имеют Один И тот же Предел Поэтому Кси Н Среднее Для Этого же Омега Минус Вот Эту Штуку Тоже Сходится К нулю Почти Наверное Да Приятности Мяческие Бесконечность Ну Можно Полозиться И поискать Вот этот Предел Преинстремясь К бесконечности Вот Этот Вот Математическое Ожидание Усредненных Случайных Величин Одинаково Распределенных Но Здесь Мы можем Поступить И по Другому Воспользовавшись Теоремой Хинчина По Теореме Хинчина Мы знаем Что Независимые Одинаково Распределенные Случайные Величи Величины Если существует Матожидание Сходится По вероятности Матожиданию Кси Значит Вот эта штука Не может Сходиться Ни к чему Другому Как Матожиданию Кси Которое Равно А Правильно Потому что Если бы она Сходилась Чему-то Другому То у нас Ксиенная Средняя Сходилась бы К некому Числу Отличному От матожидания По Почти Наверное А значит Сходилась бы К этому же числу И по вероятности А по вероятности Она сходится К матожиданию Кси Это теорема Хинчина Поэтому Кси Н Средняя Почти Наверное Сходится К Числу А Которое Равном От ожиданию Почти Наверное Вот Так Значит Итак Если существует Матожидание То Последствия Независимо Одинаково Распределённых Случайных Величин Сходится Там К некому Числу Сходится К своему Матожиданию Вот Теперь Давайте Предположим Что Нам известно Что Ксиенная Сходится К некому Числу А Которое Мы не знаем Равном Матожиданию Неравном Матожиданию И мы Так Сыть Поймём К чему Она может Сходиться Так Ну давайте Так Вот Буду По модулю 2 Так Вытирать Всё Пусть Нам известно Теперь Что Кси Н Средняя Сходится Почти Наверное К некому Числу А Ну тогда Я вот Так Напишу Ксиен Делить На Н Равно Сумма Ксикатых К от Единицы До Н Делить На Н Минус Сумма Ксикатых К от Единицы Делить На К От Единицы До Н Минус 1 Делить На Н Вот Что Это Ну Ещё Вот Это Второе Как Это Вычитаемое Да Умножу На Н Минус 1 Делить На Н Минус 1 То Единицу Значит Смотрите Вот Эта Штука По Условию Сходится К А Почти Наверное Вот Это Выражение Сумма Н Минус 1 Член Делить На Н Минус 1 Тоже Сходится К А Почти Наверное При Н Стремящей Бесконечности Но И остаётся Множитель Н Минус 1 Делить На Н Который При Н Стремящей Бесконечности Стремится К Единице Поэтому Вот Кси Н Делить На Н Сходится К Нулю Почти Наверное Правильно Да Вот А Теперь Вот Такое Утверждение Если Кси Н Делить На Н Сходится К нулю Почти Наверное То Вот Такой Ряд Меньше Бесконечности Откуда Это Следует Это Вторая Часть Леммы Борреля Кантели Или Теорема Поскольку Ксиенные Все Независимы То Если бы Этот ряд Расходился То Это бы Означалось Что Событие Ксиен Делить На Н Больше Единицы Встречается Бесконечное Число Раз С Вероятностью Единица Но Если Ксиен Делить На Н С Вероятностью Единица Сходится К нулю То У Не Не Могут Стретаться Члены Сколь Угодно Далеко Которые Больше Единица Согласны Таким Образом Из Того Что Ксиен Делить На Н Почти Наверное Сходится К нулю И Ксиен Независимы Следует Сходимость Вот Такого Ряда Ну Теперь Я Делаю Следующее Пишу Бесконечность Больше Такой Чисто Формальный Член Вероятность Того Что Кси По Модулю Больше Равно Нулю Это Единица Просто Единичку Ну И Плюс Вот Этот Сходящийся Ряд Н Равно Единице До Бесконечности Вероятность Того Что Кси Н По Моду Больше Равно Н Больше Равно Н Ну Теперь Мне будет Удобно Загнать Все Под общую Сумму Н От Нуля До Бесконечности Вероятность Того Что Кси По Модулю Индекс Н Здесь Убрал Больше Равно Н Понятно Да Почему Индекс Убрал Так Мы Уже Такую Штуку Делали Вот Она Она Только Будет Немножко Здесь По Другому Поскольку Инс Нуля Будет Начинаться Здесь Будет 0 1 Плюс Здесь Будет 1 2 Плюс И так Далее То есть Это Если Я Все Перепакую То Это Будет Сумма К Плюс 1 К К Плюс 1 К От 0 До Бесконечности Посмотрите Так Так Да Вот Ну а Теперь Уже Честно Горя Стандартный Прием К От 0 До Бесконечности К Плюс 1 Интеграл Х По Модулю Меньше К Плюс 1 Больше Или Равно К Д Ф Кси От Х Больше Или Равно Сумма К От 0 До Бесконечности Интеграл Модуль Х Д Ф Кси Х Область Интегрирования Х Меньше К Плюс 1 Больше Равно К Так Это мы Уже С вами С таким Объектом Сталкивались Это чего Это математическое Ожидание Модуль Кси Видите Да Вот Итак Если К чему Нибудь Какому То числу Сходится Почти Наверное Последствия Независимых Одинаков Распределивающих Случайных Величин То Обязательно Существует Мат Ожидание Ну И Опять Тот же Фокус С теоремой Хинчина Итак Кси Ная Средняя Сходится К А почти Наверное Кси Ная Средняя По теореме Хинчина Раз есть Мат Ожидание Мы это Доказали Сходится По вероятности Мат Ожидание Кси Ну и Отсюда Следует Что А равно Кси Мат Ожидание Кси Вот Теорема Калмагорова Вторая Завершили доказательства Нет вопросов Ну Что скажешь Немножко Длинновато И где-то Нудновато Ну Вот Тем не менее Вот такое Красивое доказательство С использованием Еще раз повторю Введенной Калмагоровым Специального Так сказать Приема Усеченных Случайных Величин Вот так сказать Получили Ответ Все Тогда значит Я Стираю Все И мы Двигаемся Дальше Собственно Нам осталось Не так уж и много Так Следующая Лекция Десятого числа У нас Последняя Как и планировали Ну Точнее говоря Не как планировали А как Распорядилась Судьба Вот Так Ну Это пока Оставлю Может быть Так Кстати Кто-то Еще Смотрит Размышляет И записывает Так Значит Следующая Наша Цель Это Доказательство Теоремы Глевенко Это Тоже Фундаментальная Теорема Теории Вероятностей Глевенко Наш соотечественник Выпускник Московского университета К сожалению Умер Там В раннем возрасте В сорок с небольшим лет Но оставил После себя Две именные Теоремы Одну В теории вероятности А вторая Ну там В теории Как назвать Там Логики Исчислимости Вычислимости Исчислимости Вот Значит То есть В разных областях Две именные теоремы Ну прямо скажем Так сказать Гроссмейстерский результат Вот Но До теоремы Глевенко Нам нужно изучить Еще один Очень как бы Такой важный Объект С которым Вы Там Неоднократно Столкнетесь В последующем И я может Где-то Так сказать Ну по крайней мере На уровне терминов Дам наметки Значит Напомню Как мы вводили Случайную Последовательность Каждое омега Мы ставили В соответствие Кси-Н От омега Каждой такой Последовательности Мы можем Поставить В соответствие Такие серии Кси-1 От омега Первая серия Вторая Кси-1 От омега Кси-2 От омега И наконец Там какой-нибудь Кси-к Отоми Ой Кси-1 От омега Так далее Кси-к От омега То есть Если есть омега То вот Ставим Соответствие Такие серии Через Последовательность И каждой Такой серии Мы можем Поставить Соответствие Некую Функцию Это будет Ф1 От х Вот здесь Будет Ф2 От х А вот здесь Будет Фк От х Некую Функцию По следующему Правилу Фн От х Равно Одна Н Сумма А Прошу прощения Это важный факт Вот Мы говорим О последствиях Независимых Одинаково Распределенных Случайных Величин Пометьте Это важно Независимые Одинаково Распределенные Случайные Величины Функция Фн Строится По правилу Одноенная Индикаторная Функция События Кси Катая Меньше Х Ну и Кат Единицы До Н Я ее Прямо Введу В рамочку Вот Несмотря На свою Такую Простоту Это Очень Важный Объект Принципиально Важный Для математической Статистики Вот Понятно Да Как он Строится Есть Омега Получается Последовательность Из этой Последовательности Строим Серии Вот такие По правилу Треугольника И Каждой Такой Серии Ставим Соответствие Уже Функцию От Х Вот Последующему Правилу Последующему Правилу Значит Эта Функция Называется Эмпирическая Функция Распределения Это термин Эмпирическая Функция Распределения И она Обладает Рядом Замечательных Свойств Одно Из этих Свойств Собственно И составляет Содержание Теоремы Глевенко Которую Мы Подойдем А пока Давайте Вот Ну Как бы На что Обратим Внимание Давайте Посмотрим Вот Зафиксируем Х Любой Для любого Х Ну Зафиксируем Давайте Найдем Предел Почти Наверное Фн От Х Есть Идея Ну Смотрите Секаты Одинаково Распределены Поэтому Вот эти Все Индикаторные Функции Это тоже Случайные Величины Одинаково Распределенные Значит И мы Имеем С вами Дело Среднее Арифметическое Одинаково Распределенных Случайных Величин Значит По Второй Теореме Калмагорова Если Это к чему Исходится То к чему К Матожиданию Вот этой Индикаторной Функции А это Что такое А это Вероятность Того Что Кси Меньше Х А это Что такое Это Функция Распределения И вот Первое Удивительное Для такой Простой Функции Свойство Это Функция Для каждого Фиксированного Х Почти Наверное Сходится К функции Распределения Которая Может быть Нам Неизвестна Мы С вами Когда Говорили О Всяких Физических Законах Связанных Концентрация Меры Мы Там Говорили Что Среднее Значение Вокруг Матожидания То есть У нас Есть Как бы Эксперентальный Способ Найти Матожидания Там Нормированные Какие-то Величины Тем Концентрируются Концентрируются Вокруг Соответствующего Закона Распределения По Ассоновского Или Нормального Но Вообще Говоря Случайная Величина В нашей Теории Отождествляется С ее функцией Распределения Таким Образом Эмпирическая Функция Распределения Представляет Нам Экспериментальную Базу Для того Чтобы найти Функцию Распределения Неизвестной Нам Случайной Величины Вот Какое-то Явление Так сказать Природное Может быть Описано Случайной Величиной Причем Возвращаясь Грубо говоря Там К самому Началу Нашего Курса Есть Особенно Так сказать Там В квантовой Физике Вещи Которые Принципиально Так Описываются Это не Модель Они Как бы По сути Такие Да Вот И У нас Просто Есть Механизм Мы Ничего Не знаем Как Распределена Случайная Величина Но Если У нас Есть Экспериментальные Данные Ну Они Независимы Одинаково Распределенные Из одного И того же Природного Явления Или Эксперименты Их Черпаем То Мы Можем Почти Наверное С вероятностью Единица Построить Оценку Функции Распределения Которую Называют В данном Случай Гипотетической Эмпирическая Функция Распределения Для любого Х Почти Наверное Сходится Гипотетической Функции Распределения Вот Такой Крайне Важный Факт Который Открывает Нам Возможность Экспериментального Определения Описания Случайной Величины Повторюсь Еще раз Случайная Величина Это не число Это ее Функция Распределения Если Вы знаете Функцию Распределения Вы Все Знаете О Случайной Величине Вот Но Это не все Свойства Этой Случайной Величины Следующее Ну Например Значит У вас Есть У У вас Есть Там Показания Счетчика Гегера Да Там Не знаю 100 у вас Счетчиков Или 200 И они Там Ну Как бы Грубо говоря Состоят В соседних Комнатах Да Вот Вы Получаете Значение Вы Знаете Ну Модель Да Что Это Случайная Величина Количество Частиц Зарегистрированное Вы Берете Эти числа И Ну Вот По такой Формуле Для каждого Х Ну С каким-то Шагом Да Строите Эту функцию Я ответил Наш вопрос То есть Если Это Рассматривать Как Экспериментальные Данные А не Случайные Величины Ну Вот Это И Дает Нам Грубо говоря Эта Модель Эксперимента Да Мы Мы Считаем Что Мы Наблюдаем Некие Случайные Величины Ну Исходим Из того Да И Хотим Знать Функцию Распределения А Наблюдаем Мы Ну Просто Так Сить Какие-то Ну Разрозленные Числа Грубо говоря И Если Мы По Такой Схеме Их Соберем Вот Такую Функцию То При Достаточно Большом Н Мы Получим Достаточно Хорошее Пока Не Говорю В каком Смысле Приближение Неизвестные Нам Функции Распределения Она Оказывается Случайная Но Вот Это Почти Наверное Означает Что При Стремящей Бесконечности Вы Получите Функцию Сходящуюся В обычном Смысле Как Ну Числовая Последовательность В этом Же Смысл Сходимости Почти Наверное Что Вероятность Таких Наборов Случайных Величин Что Вот Этой Сходимости Не Будет Равна Нулю То Есть Ну Как Любое Явление С вероятностью Ноль Оно Существует В теоретической Модели Но Никогда Не Встречается Как условно говоря Есть некая вероятность Нулевая Или Там Очень Маленькая Что Все молекулы В этой Комнате Соберутся В той Половине И мы Все Задохнемся Но Ни одного Такого Факта Неизвестно Это Не Происходит Никогда Потому Что Вероятность Этого События Ноль Хотя Как Математическое Событие В вероятственном Пространстве Оно Существует Вот Поэтому Она Не Случайная Все Таки Но Вот вы Когда считаете Численным Методом Что-то Получаете Решение Сходящееся Итерационно К истинному Да Если у вас Просто известно Что имеет Местосходимость Вы же не знаете В какой момент Остановиться Да Вы уже Достигли Предела Или сейчас Вокруг Какой-то Кривой Концентрируется Потом Все опять Разлетится А потом Так Кстати Опять Начнет Сходиться В этом Смысле И Детерминированный Эксперимент Тоже Случайен Да Вот в этом Смысле Если речь О предельных Соотношениях Ну Сходимость Почти Наверное Это она И есть То есть Если вы Будете Увеличивать Тен То вы Получите Последовательность Которая Как обычная Числовая Последовательность Для некоторых Х Будет Сходиться Вот к этой Величине И в этом Смысле Она Не хуже И не лучше Там Ну Численного Метода Или Какого-то Приближения Приближения Же тоже Они Асимптотические Все Вот Ну Значит Следующее Свойство Этой Функции Которая Собственно И составляет Содержание Теоремы Глевенко Выглядит Так Значит Супремум По Х Ф Н От Х Минус Ф Кси От Х Сходится К нулю Почти Наверное При Н Стремя Стих Бесконечности То есть Сходимость Не только Точечная А В метрике Равномерной Сходимости Эта Функция Сходится Равномерно Функция Распределения Ну На самом Деле Мы Как бы Об этом Немножко Догадываемся Потому Что Ф Н Это Формально Функция Распределения Она Неубывающая Ограниченная И Сходится Она К Некой Функции Пусть Непрерывной Да Ну Тогда Из Поточной Сходимости Следует Сходимость В Равномерной Метрике Но Нам Нужно Будет Немножко Повозиться Там Как бы Аккуратными Быть В этом Смысле Значит Ну А теперь Тоже Об некой Исторической Справедливости Вот Эта Теорема В большинстве Учебников Называется Теоремой Гливенко Кантелли Теорема Гливенко Кантелли И С этим Связана Такая Ну Не совсем Прозрачная История Как мне Кажется Дело В том Значит Она Эта Теорема Была Опубликована В 33 Году А это Был Такой Исторический Период Когда Как бы Ну Был Такое Выражение Статистика Буржуазная Наука И так Далее То есть Некоторые Выдающиеся Работы Наши Соотечественников Публиковались В зарубежных Журналах Вот Значит Ну Кстати Работа Калмогорова Тоже Связанная С Эмпирической Функцией Распределения Тоже Была Опубликована Так сказать Там Во французском Журнале Как говорится Теперь и концов Не найдешь Вот Но Тем не менее Вот Значит Гливенко Сформулировал Эту теорему Для Непрерывных Случайных Величин То есть Когда Ф от Кси Непрерывная Случайная И доказал Ну И собственно Так сказать Опубликовал Ну И вот Каким-то Странным Образом Именно В этом Журнале Там В том Же Тридцать Третьем Году Кантелли Опубликовал Свою Работу Обобщающую Теорему Гливенко На Случай Произвольных Распределений То есть Там Ну За Не Случением Там Сингулярных Которые Мы Не Рассматриваем Да Вот Идея Доказательства Собственно Была Такая Же Как Гливенко Только Ну Требуется Более Тщательная Возня Вот С точками Разрыва Там Непрерывные Слева Которые У нас Как Функции Распределения Поэтому Ну С точки зрения Приоритетов Эта Теорема Называется Теоремой Гливенко Кантелли Но Учитывая Что Доказательства Кантелли Идейно Еще раз Повторю Было Такое Же Как У Гливенко Просто Он Там Тщательно Повозился Там С точками Разрыва Ну Вот Наверное Все-таки Так Наверное Не зря В названии Теоремы Гливенко Стоит Первая Кантелли Второй Хотя Вроде бы Более Общий Случай Вот Значит Вот Это Теорема Гливенко Гливенко Кантелли Значит Ну Давайте Начнем Чуть-чуть Как бы Так сказать Идейно Подведем Давайте Вот это Обозначим Так Некое ДН Просто Обозначение Пока ДН И Давайте Посмотрим Что означает ДН Сходится К нулю Почти Наверное Это Вообще Так говоря Означает Что ДН Случайная Величина Да Потому Что Мы Мы Эти Определения Давали Исходя Из Того Что Имеем Дело С Случайными Величинами Ну Посмотрите Здесь Супремум Берется По Несчетному Множеству И Наша Теория Такие Объекты Ну Как бы Они автоматически В нее Не включаются Но Как Бывает В частности Там В теории Случайных Процессов Которые Вы будете Изучать В следующем Году Там События На континуальном Множестве Ну Специальным Образом В каких-то Задачах Сводится К событию Там На счетном Множестве Но В частности В данном Случае Вот Что Я имею Ввиду Что Ну Не буду Два раза Переписывать Я напишу Так Дн На самом Деле Можно Представить В виде Супремум По Х Катам Которые Принадлежат Рациональным Числам Ф Н От Х Катая Минус Ф Кси От Х Катая Согласны? Ну Если Здесь Есть Супремум Значит Существует Какая-то Последовательность Из Иксов Которая Сходится К той Точке Ге Экстремум Но Поскольку Это Всюду Плотное Множество То Мы Из Рациональных Чисел Можем построить Последовательность Расходящуюся Ровно Туда Ну Кстати Обратите Внимание Супремум Не достигается В точке Плюс Минус Бесконечность Потому Что В точке Плюс Минус Бесконечность Все функции Распределения И Ф Н И Ф Кси Произвольные Равны Нулю Бесконечности Ноль Получается Поэтому Точка Супремум Она Где-то Внутри Вот И Тогда Естественно Так Сать Можно Воспользоваться Фактом Того Что Множество Рациональных Чисел Всюду Плотно И Так Сать Получить Что ДН Можно Представить Не в таком А в таком Виде А Это Уже Супремум Счетного Числа Вот Таких Случайных Величин И Это Случайная Величина Для которой Вполне Корректно Определить Понятие Сходимости Почти Наверное Понятно До этого Места Нам Осталось Совсем Немного Ну И В следующий раз Мы Закончим Это Тоже Как сказать Очень Красивая Теорема В том Смысле Что Она Очень Глубокая Но Совсем Не Сложна Ну Идея Доказательства Очень Не Сложная Все Коллеги Тогда Давайте До Следующего Раза Спасибо Спасибо